5, 4, 3, 2... Мы перешли с вами к 4 главе. Что мы увидели в 1 главе? Согрешили язычники, во 2 грешники евреи, в 3 грешники все. И вот с 3 главы 21 стиха новая тема – оправдание. И примером этого оправдания является Авраам. Разделим наш урок, в таблице сделаем, на 4 колонки. Праведность не по делам, 1 колонка, 4 глава с 1 по 8 стих. Выпишите все о праведности не по делам. Следующее – праведность не через обрезание, 4 глава с 9 по 12 стих, потому что евреи засчитывали себе праведность через дела и обрезание. Третья колонка – праведность не через закон, с 13 по 17 стих. И последняя колонка – праведность как? Если не по делам, не через обрезание, не через закон, праведность по вере. Это последние стихи 4 главы, с 17 по 25 стих. Мы видим, как Павел мудро поступает. Видите, он учит. Это послание неслучайно названо доктринальным, завещательным, предостерегающим, потому что с 1 по 11 главы как раз стоят темы доктрин. Повторение прошлого урока. Мы говорили о четырех доктринах. Эти доктрины очень важны. Это была доктрина об искуплении. Выкупил, заплатил Иисус Христос. Мы рассматривали с вами, как в оригинале, что значат эти слова. Вторая доктрина у нас была об умилостивлении, что эта жертва умилостивила Господа нашего, жертва Иисуса Христа. Он сам является умилостивлением. У нас была доктрина об оправдании, что этой праведностью является сам Христос. И теперь Господь смотрит на нас, сквозь праведность Христа и видит нас праведными, если мы принимаем Его. И, наконец, у нас было такое слово «вменение» и как существительное, и как глагол. Тетелестай Господь совершил, воскликнул на кресте. Это последние слова Христа. Совершилось. Что совершилось? Вот это «вменение» – «вменилось в праведность». Совершилось. Вот это слово «вменил в праведность» еще переводится как «положил на счет». То есть Господь заплатил за нас полна. Итак, вот эти доктринальные вещи, которые мы рассмотрели, очень важные для порядка в голове. Они помогают нам твердо держаться истиной, чтобы не увлекаться всякими ветрами учений. И сегодня у нас будет… Мы сделали табличку, додали даже и тему, но большей частью мы посвятим такое слово. Есть рабочий лист. То есть этот рабочий лист по 4 главе. Выписать ключевые слова и по ключевым словам сделать перечни. Сделайте сравнение, противопоставление, посмотрите выводы, посмотрите время, если оно есть, отметьте. Все это отмечайте определенным знаком, определенным цветом, чтобы работать с текстом. Итак, вот ключевые у нас слова здесь будут. Дела, обрезание, закон и вера. Вот по этим четырем словам мы и поработаем с тем, чтобы увидеть очень важную ключевую мысль, которая повествует эта глава. Что это значит? Это значит, что Аврааму Бог вменил в праведность веру. И, конечно, вера Авраама очень не поможет нам, потому что здесь очень много истин в этой 4 главе. И здесь очень важные принципы, которые помогут нам ходить личной верой. И, конечно, нам, читая 4 главу, нужно посмотреть связь с 3 главой и увидеть вообще с первыми двумя главами, потому что мы уже прошли с вами три главы. Какая связь? Если в первой главе нам в послании к римлянам Павел показывает силу Евангелия и тех, которые не приняли Евангелие, язычники, что их ожидает, во второй главе евреи, несмотря на закон, на их, так сказать, желание оправдаться законом, тоже никак не оправдаются, потому что не слушатели, здесь ключевая мысль, а исполнители закона оправданы будут. И исполнители закона – это не просто не ел, не пил, обрезался, а высший закон и единственный закон, на чём стоит всё Писание «Люби ближнего, как самого себя» – Христос, исполнение закона, Он возлюбил нас и к этому приглашает нас. Послание, Писание. В третьей главе мы поставили тему «Бог оправдывает обрезанных, необрезанных только по вере», поскольку в третьей главе сказано, что все согрешили и лишены славы Божией. Но ведь послание было кому написано, раз поднимаются такие темы, как обрезание, закон. Мы понимаем, да, что большинство состояло из евреев, первой церкви. Кстати говоря, это церковь, в которой Павел не принимал участие, он не открывал её, не образовывал, но он заботится о церкви, он хотел навестить её. Павел был стратегом, он хотел, чтобы и Рим, как цитадель, понимаете, империя, чтобы столица империи, чтобы с неё, с этой столицы началось провозглашение по всей Европе, и дальше понеслось Евангелие. Он был стратегом, и он, больше того, он хотел иметь желание навестить Испанию, и поэтому, собственно говоря, он никогда на чужом основании ничего не строил, но хотел видеть верующих, хотел иметь общение с ними, сладкое общение с верующими. Помните, как на бороде Аарона, мы читаем в Салмах общение братьев и сестёр, так что Елея, истекающий по бороде Аарона. И вот Павел, описал он это послание из Коринфян, в доме Гая находился, и он пишет очень важное это послание, как неслучайно называют завещательным, показывая, на чём должна строиться наша вера. И, подойдя к четвёртой главе, он показывает нам пример, пример Авраама. И поскольку, большей частью, первые были христиане из евреев, то для них Авраам – это было очень важное имя, потому что они знали, кто такой Авраам, потому что это про отец наш. Вера Авраама Исаака Иакова начинается с Авраама. И вдруг Павел показывает, а как же с Авраамом было, когда с верой его что-то произошло, и как эта вера изменила его жизнь, и как эта вера может изменить и нашу жизнь. Давайте посмотрим. Я думаю, что мы даже можем сразу дать тему этой... Вы, конечно, дома почитаете, внимательно тут отметите все ключевые слова, а именно оправдание, верующие, милость, вера – само слово, праведность, милость, оправдание и вера. Ну и можем поставить тему, да, что Авраам оправдался верой. Четвертая глава, третий стих. Что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, засчиталось. Вот, то есть мы видим слово «вменилось» – перед Богом приносит удовлетворение. И давайте перейдем к четвертой главе. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. А у нас первая колоночка – это праведность не по делам. Так вот, что приобрел по плоти Авраам? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». И вот запишем, что Авраам, получается, оправдался не делами. Если б делами, то не перед Богом. Перед людьми пусть люди хвалят, но не перед Богом. Третий стих. «Поверил Авраам Богу, вера вменилась Аврааму в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечистивого, вера его вменяется в праведность». И здесь запишем, что вера вменяется в праведность. Не дела, а именно вера. Это не значит, что ты должен делать всё плохое. Нет. Верующий, он уже живёт совершенно другими делами, но никогда не хвалится делами и не приписывает себе погоны от этих дел, что они есть его такой алиби, вот настоящая защита, попасть в Царство Божие. Нет. На первом месте вера. И тут написано, что верующему в того, кто оправдывает нечистивого, вера его вменяется в праведность. Запишите это в первую колоночку. Вера вменяется в праведность, а не дела. Шестой стих. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел». Вот это слово «праведность» больше 60 раз упоминается в послании к римлянам. Правда, праведность. 20 раз милость. Значит, мы видим, что это какие-то очень важные, ключевые, доктринальные вещи, которые важны для понимания того, что совершил Христос для нас. И дальше. «Блаженны, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Так, первая часть, 4 глава, с 1 по 8 стих. То есть, благодаря вере Господь не вменит греха. В вере в Господа Иисуса Христа. Поэтому в первой колоночке мы отмечаем, что праведность никоим образом не приходит от дел. На первом месте стоит вера, а не дела. Но для евреев дела это были какие? Принести жертву, принести десятины, сделать обрезание, соблюдать субботу. Ну, дел много. И потом они, еще 613 заповедей к закону, к тому, как чаши мыть, как руки омывать. И, наконец, аж даже... У меня мама жила в Украине, за Польшей, то есть, когда-то это была территория Польши, там поляков было очень много, евреев было очень много. И она говорит, что они там копеечку платили детям, чтобы те пришли и в субботу вечером задули свечку. Потому что даже это уже считалось работой, нельзя сделать. То же дело. Для чего это? Ты даже за свечку не задуть, на лифте ездить нельзя, в это время ничего не слушать, ни с кем не говорить, вот только, так сказать, перед Богом ходим, и как бы эта суббота делает меня святым. Разве для этого была дана суббота? В субботу показать истинный покой, который мы имеем в Боге. Это не то дело, всё дело, а показать Бога, как мир наш и покой наш. Придите ко мне все труждающиеся обременённые, я успокою вас. И вот здесь никакие дела, никакие субботы, ничто не может являться праведностью пред Богом. Только вера. Какая сила, какое чудо. Но вера, думаешь, Господи, да, конечно, хочу иметь веру. Как же я получить такую веру? Дар Божий, незаслуженный. Дар Божий. Имеешь желание, получишь. Стучащему отвориться, просящий получит. Давайте перейдём ко второй колоночке с 9 по 12 стих 4 главы Римлянам. Праведность не через обрезание мы читаем, да, не через обрезание. Давайте 4 глава с 9 по 12. Блаженство сие относится к обрезанию или к не обрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. И следующий вопрос. Когда вменилась? Тоже очень много вопросов. Павел так интересно пишет это послание. Он ставит много вопросов. И потом сам же на них отвечает. И эти вопросы для того, чтобы заставить нас задуматься. И для евреев было очень важно обрезание. И Павел спрашивает, когда же вменилась Аврааму праведность? По обрезанию или до обрезания? И отвечает Павел не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезании. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезании, чтобы им вменилась праведность. Отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он вне обрезании. Ключевое слово – обрезание. Ну, можете так, как капельки крови, так отметить красным цветом это слово. И вы увидите, как часто оно упоминается здесь. Вот я вижу уже, знаете, 10 раз насчитала. Почитайте внимательно, даже больше, потому что и в 9 стихе два раза. Значит, это ключевое слово в этой главе. И запишите всё. Но поскольку мы вторую главу назвали праведность не через обрезание, посмотрим на праведность, связь с обрезанием. Когда же Аврааму была вменена в праведность? До обрезания. А почему это так важно? Ну, потому что для евреев обрезание – это серьёзно. Обрезание – это же завет был дан в 17 главе Аврааму. И им казалось, вот с чего начинается наша приобщённость к Богу. Вот знак нашего завета. Вот то, что делает нас семейством Божиим, детьми Божиими. Это знак на теле. А Павел ставит по-другому вопрос. Так если бы это было гарантом нашего оправдания, шо ж тогда Аврааму-то до обрезания уже вменилась в праведность? И Авраам до обрезания назван праведным? И тут, больше того, в 12 стихе эта праведность Аврааму вменилась, и сам Авраам стал отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел вне обрезания. То есть те, которые не приняли обрезания, но верою приняли Иисуса Христа, они все дети Авраама по вере. Чем светит вера Авраама? Авраам поверил. Знаете, на грани всей веры всякую веру можно иметь, но, наверное, Авраам – это гигант веры. Потому что Господь ему сказал, вот свое потомство на небе, видишь? Авраам 90 лет, а в 100 лет он рождает Исаака. Как можно было в это поверить? Ему все человеческая логика не выписывается. Но Авраам поверил Богу. Второй момент, когда он повел сына, это 22 глава книги Бытие. Исааков – жертва единственного возлюбленного, единственного по обетованию. Измаил уже был, но он единственный по обетованию, потому что Авраам, Исаак и Иаков, и 12 колен к этой ветви, которой обещано семя и земля. И это семя в конечном итоге, которое приведет ко Христу. И Авраам поверил, и он готов был принести и сына в жертву. Но он знал, что Господь его воскресит. Вот это вера Авраама, вера в невидимое, вера в то, что я невидимое, как видимое, вера в осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это Авраам все имел до обрезания. Может быть, сегодня не так актуально звучит этот вопрос обрезания, не обрезания. Но для некоторых очень актуально. Потому что есть некоторые религии, которые обрезание сделали знаком приобщенности к Богу. Как бы заветные отношения с Богом строятся на обрезании. Но показана вера Авраама. Давайте перейдем к третьей колоночке. Итак, праведность не через обрезание. Авраам ее получил через веру. Третья колоночка. Праведность незаконом. 4 глава с 13 по 17 стих. Незаконом даровано Аврааму или семени его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры. Получается. И незаконом. Потому что с законом, как вот это делай, того не делай Авраам, тогда и закона никакого не имел. А получил праведность. Мы знаем, закон появился позже. Закон появился через Моисея, если уж говорить о законе, как скрижалях и заповедях. Но Авраам-то получил праведность. Получается незаконом. Дальше. В 14 стихе. Есть ли утверждающиеся на законе суть наследники? Тщетна вера, бездейственное обетование. То есть, если это оказывается то, что на законе, вот это делает меня наследником, слушайте, для чего тогда вера? Делай это, делай вот это, пойди обрежься. И все. И вот и вся вера. Вот пять раз молюсь. Вот это вот ем, вот это не ем. Вот соблюдаю там субботу. Вот еще что-то. Это что? И тогда зачем вера? Делай такие дела и попадешь в Царство Божие. Но Господь говорит, нет, никаким законам праведность не получать. В Царство Божие попадут только праведные. Как быть праведным? По закону? Нет. Поэтому ключевые слова – закон, праведность, вера. И мы видим, праведность связана не с законом, не с обрезанием, а связана с верой. Поэтому наша третья колоночка – праведность не по закону. Читают до 17 стиха. И так по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, «животворящих мертвым и называющим несуществующих, как существующих». Вот в чем светит вера Авраама. Он смотрел на несуществующее, как существующее. И это вера Авраама, в то, что он пошел, когда ему сказали идти в землю, и какую землю, и зачем я пойду в эту землю, на старости лет, ему 75 лет, возьми жену, иди в эту землю. Когда он пришел в эту землю, он ходил, помните, все жертвенький стал, где же эта земля? Когда пришел он в нее, а Господь говорит, и на питу тебе не дам эту землю. Вот ты побыл здесь, посмотрел, а теперь знай, твои потомки придут сюда, и будут они жить, и они будут благословенными, и вот через тебя придет семя. Это все какие-то абсолютно невидимые вещи. Как в это верить? Авраам поверил. Авраам поверил. Ну, бывает, ребенок скажет, что-то скажет такое, ну, это дитя, он поверил. Ну, Авраам-то уже был зрелым человеком. И, казалось бы, это какие-то, это что это такое? Сказки какие-то? Родить сто лет. Авраам поверил. Вера – это что-то удивительное. Это что-то, что не вмещается ни в какую логику. Авраам поверил. Вот он это и получил. Он получил праведность, которая выше всяких дел. Она выше обрезания. И никакое обрезание не даст тебе оправдания. Она выше закона. Для евреев это было все очень важно. Но показана вера Авраама. Вера Авраама, которая по вере оправдание получил Авраам. И к нам приглашение – вера. Какова твоя вера? Пример – Авраам. Давайте обратимся. Четвертая глава, 17 по 25 стих. Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых, называющим несуществующие, как существующие. Он верил, придут потомки и будут жить на этой земле. Он верил, через него будет семя. Это семя Христос, которое спасет весь род человеческий. Он поверил, что придет, что его сын Исаак воскреснет и готов был в жертву принести. Какая вера? Предел вообще всякой веры, какой можно представить. Как бы мы хотели какую-то гарантию? Что-то делаю, но какую-то бы гарантию. А вера – это не какие-то гарантии. Это вера в обетование. Бог сказал так. Так будет. Потому что я знаю, в кого я верю. Так говорил Иов. Я знаю, в кого я верю. Искупитель мой жив. Поэтому, когда какие-то обстоятельства, трудности, испытания, вот тут-то и проверяется вера. А чего она нужна, когда Писание говорит, все видишь, чего она нужна? Вера как раз, когда не вижу, но верю в обетование и в обещание. А этих обетований море, которое дано верующим, и любящим его все содействует ко благу. Это же обетование. А вдруг что-то такое плохое случилось? А вера говорит, Бог за меня, не убоюсь, что сделает мне человек, что сделает мне плоть. Вера, она поднимается над этим земным и смотрит в небесное, в невидимое. И радуется, и всегда радуется. Итак, у нас последняя глава – праведность по вере. «Будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому вменилась ему праведность». И в 20 стихе «прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». То есть, слушайте, и уже и Сарина утроба омертвела, и сам я старый, но в вере прибыл. И это Господь ему засчитал. Как интересно. Это же не какие-то дела. А это, видите, это внутренний твой человек, который смотрит на Бога, как на высшее благо, который сказал, и так будет. Потому что Бог сказал. Его слово «дай, аминь» вчера, сегодня и вовеки тот же. Последний стихи этой главы. «Потому и вменилась ему в праведность». Во что он поверил в 21 стихе? А он силен исполнить обещанное. Видите, на чем стоит вера? Физически ничего, ничего не говорит мне о том, что так должно быть. Но вера говорит все возможно верующему. Все возможно верующему. Таким был Авраам. И вот это слово, это имя Божие, которому открывалось, «Аль-Шадай» – Бог всемогущий, Бог все может. И оно так окрыляет нас. Это такая благость и милость знать таким Бога. И в 24 стихе сказано, «И нам тоже вменится такая вера. Верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Господа нашего, Который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Поэтому, родные мои, значит, что мы здесь увидели? Мы увидели Авраама с его верой. Авраама, как гиганта веры, который верил Божьим словам. Он знал, что Господь никогда не обманывает. Если Господь сказал, он совершит. Поэтому Авраам поверил в Богу. Ему вменилось это в праведность не через закон, не через обрезание, не через какие-то дела, а по вере. И только верой мы можем быть оправданными. Когда Авраам поверил в Богу, какое решение он принял? Не поколебаться в вере, но быть твердым. Быть твердым. Потому что Господь ему сказал наутро, слушай, берим сына, вечером было сказано, возьмешь сына и его принеси в жертву. Авраам не сомневался ни минуты и на утро, раненько утром встал. Даже не стал думать, может, я что-то так не понял, зачем Богу эти жертвы, Бог так милующий, любящий. Он знал таким Бога. Зачем ему жертвы? Он не стал задавать вопросов. Бог сказал, и я иду. Но мы читаем в 22 главе Бытия, что Авраам верил, что он воскресит его, потому что он говорит слуге, слушай, мы вернемся, сейчас мы туда пойдем, то я пойду в жертву сына приносить, а потом мы вернемся, мы придем. И вот здесь вера, как осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, показывает нам, куда мы должны стремиться. Очень часто люди быстро из веры какую-то строят религиозность, соблюдая какие-то правила. Можно сделать и в христианстве, хождение в церковь, в определенные дни особенно. Знаете, вот каждый раз хожу, но вечерю могу не пойти, а вот вечерю, вот это вот, это особенное, это нас особо приближает к Богу. Можно какой-то культ одежды специальной сделать для веры, какую-то еду, некоторые, знаете, там вот нельзя это есть, какой-то день есть христиане, которые соблюдают дни. Павел что говорит, соблюдаешь дни? Для Господа соблюдаешь. Не соблюдаешь? Для Господа не соблюдаешь. Если ты делаешь все для Бога, то тогда во голове стоит вера. И вера как доверие, как ребенок доверяет отцу. Он же немного думает, что там, как вот Господь нас зовет к себе. Что? Некоторые начинают, а я пойду, а что со мной будет, а я должен это оставить, то оставить, а я вот не могу. И ты иди к Богу, Бог тебе поможет. Когда ребенок идет с отцом, он знает, что его отец не приведет в какой-то там зло, в какую-то яму сбросит его. Нет, он идет, он знает, папа, я уверен. Вот так и мы с небесным отцом. Поэтому вера вменяется в праведность. Это очень важная ключевая мысль, как доктрина. Потому что в первой главе все грешники, язычники, во второй все евреи, а в третьей вообще все люди на свете и на земле, как же тогда оправдаться? Верою. И вот никакими делами, здесь акцент на дела, никакими знаками, это обрезание для евреев, это было очень важно, обрезание как знак завета, не через закон, потому что закон был для них, это то, что прямо оказалось, вот оно, наше алиби, вот оно, чем оно отличает нас от всех людей. А Павел говорит, нет, тоже не попадете через это в вечность. Но праведность приходит только по вере. Праведность, оправдание, правильное служение, правильное хождение пред Богом, правильное понимание, правда. Единственная правда – это Христос. И ты, уверовавши в Иисуса Христа, будешь иметь эту праведность, такую, какую имел великий отец. На вершине всякой веры Авраам поверил Богу, и ему вменилась эта праведность. Правильное понимание – это правила, правильное понимание. Правильное понимание, правильное понимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...